Немного поговорим о жилом доме в архаической Греции и о том, что в этом доме находилось. Самым ранним распространенным типом дома в геометрической эпохе был мегарон, то есть однокомнатная постройка с очагом в центре. Этот тип впоследствии сохранился в греческих храмах. Однако в архаическую эпоху живой дом греческий становился сложнее и сложнее. Мы можем проследить это на нескольких этапах. Например, в городе Смирно раскопан двойной мегарон, где две таких однокамерных постройки сблокированы вместе, а перед ними пристроен дворик. В VII и особенности в VI веках до н.э. древний греческий дом представляет собой уже многокомнатную постройку, где различные помещения, помещения различного назначения, группируются вокруг внутреннего двора. Тем не менее, любопытно заметить, что мегарон как помещение тоже сохранился в этом более сложном многокомнатном доме. Появляется такой тип дома, как простадный дом, где есть парадная комната, которая открывается во двор через скрытую галерею простаду. По сути, это парадная комната, которая могла называться по-разному. Это могла быть многофункциональная комната Ойкос или Андрон. Парадная комната, где проходили пиршества и совместные попойки мужчин. Эта комната была отделена от всех остальных и имела отдельный вход во двор. Таким образом, она, по сути дела, и была тем же самым микароном, но впоследствии она была окружена большим количеством разнофункциональных помещений. Что бы мы увидели, войдя в архаический греческий дом? Прежде всего, этот дом не имел никакого парадного фасада. Дома блокировались вместе в квартал и соединялись через внутренние дворы с улицей, простым входом, дверью в ограде, либо же небольшим крытым коридором протироном. Вокруг двора группировались помещения различного назначения. Дом был поделен на несколько частей. Это была парадная часть дома, о которой мы уже говорили. Там могли быть поставлены ложа, клины, в которых пировали гости. Была отдельная женская часть, геникей, поскольку женщины в древнегреческом обществе не обладали полноценными правами наравне с мужчинами, не могли участвовать в застольях. Могли быть различные хозяйственные и ремесленные помещения, лавки. Если это был сельский дом, могли быть загоны для мелкого домашнего скота. Внутренние помещения архаического дома также были оформлены очень скромно. От этого времени мы не знаем домов с парадной штукатуркой, раскрашенной с какими-либо росписями, как это характерно, например, для больших богатых домов более позднего эллинистического периода. Мебели, видимо, было довольно мало. Ее почти никогда не находят в ходе раскопок, поскольку предметы из дерева не сохраняются. Поэтому об интерьере архаического дома, домоклассической эпохи мы можем судить в основном по лазописи. Помимо лож в доме могли находиться какие-то сундуки, а посуда часто висела на крючках по стенам. Вместе с тем в быту древних греков в архаическую эпоху окружало множество вещей, совершенство формы, изящество которых мы не устаем удивляться и в наше время. В первую очередь это, конечно, керамика, потому что керамика лучше всего сохраняется и может быть найдена в ходе археологических раскопок. В быту древних греков окружало большое количество сосудов и различных приспособлений, связанных с обработкой продуктов и приготовлением пищи. На этой реконструкции мы видим кухню архаического дома древнего Борисфена. В ней находится целый ряд различных приспособлений, жаровины, подставок, которые были мобильны. Их можно было переставлять с места на место или даже вынести во двор. По этой причине многие ученые считают, что и такого специализированного помещения, как кухня в архаическом греческом доме, могло и не быть. А для приготовления пищи могли в разное время служить разные помещения дома. Здесь мы также видим, что амфора копана в землю. Это связано с тем, что транспортные амфоры были астродонными, и эта форма была удобна для перевозки их на кораблях, но была неудобна для хранения в доме. Поэтому их приходилось либо вкапывать, либо ставить на специальные подставки. Самым массовым предметом, который можно встретить в греческом доме, несомненно, были амфоры. Амфоры служили тарой для перевозки жидких продуктов, в первую очередь вина и оливкового масла. Они производились десятками тысяч экземпляров, и их с полным правом можно считать одним из древнейших образцов массового промышленного дизайна. У каждого города, у каждого центра производства вина имелся свой тип, своя устойчивая форма этого сосуда. Она служила своего рода этикеткой или визитной карточкой продукции этого центра. По ней покупатель и купец смог узнать вино, предведенное в том или ином городе греческого мира. Амфоры различных центров – Хиоса, Самоса, Милета, в том числе и архаического периода, из коллекции Государственного Эрмитажа – можно увидеть на выставке в реставрационно-хранительском центре. Конечно же, когда мы вспоминаем о греческой культуре, в первую очередь нам в голову приходят различные сосуды для застолья, для питья вина. Роль вина и застолья в греческой культуре была огромной. Эти застолья назывались симпосиями, то есть буквально совместными попойками или сиситиями у дарийцев, то есть совместными трапезами, или фидитиями у спартанцев. На подобных застольях встречались исключительно мужчины. В спарте Лекург сделал посещение и участие в подобных сиситиях обязательным, поскольку таким образом молодые спартанцы приобщались к ценностям полиса и потенциальные воины, которые должны были сражаться в одном строю, плачивались и лучше узнавали друг друга. По своей природе сиситии напоминают мужские союзы, которые мы знаем во многих древних обществах. В совместных застольях могли участвовать только мужчины. Иногда туда допускались гетеры. Семейные же женщины не могли принимать в них участие наравне со своими мужьями. Собравшись, развлекали себя различным способом. Могли читать стихи, рассказывать различные истории, могли проводиться различные конкурсы, часто связанные с употреблением вина. Например, известна игра «Катап», которая заключалась в прицельном метании капель вина в цель. С употреблением вина связаны двуручные чаши, килики, которые могли иметь различную форму, большие сосуды-кратеры, служившие для смешивания вина с водой, и высокие сосуды-псикторы, которые вставлялись в кратеры и служили для охлаждения вина. Все эти сосуды могли быть парадными, очень дорогими, расписанными в чернофигурной или краснофигурной технике, но могли быть и простыми. И, конечно же, использовалась простая нерасписная посуда, наставленная в цвете глины, красного или сероватого оттенка. Пищу употребляли из мисок и плошек различной формы. Освещался архаический и греческий дом светильниками. Светильник представлял собой керамическую плошку, в которую наливалось масло или помещался жир, а в носик вставлялся фитиль. В быту, в гигиенических целях часто использовались боговония и масло, ароматическое и просто оливковое масло, которое помещалось в флаконы с узким горлышком различной формы, рибалы и алабастры. Эти флаконы могли быть изготовлены из разных материалов. Они могли быть глиняными, расписными, могли быть стеклянными. Технику изготовления таких красочных стеклянных сосудов греки заимствовали у финикийцев. Узор и расцветка была обусловлена использованием стеклянной пасты различного цвета. Важную роль в повседневной жизни греков, конечно, играла религия. Разумеется, в скромном жилом доме не могло находиться монументальных статуи, курусов или кор. Место им было в святилищах и храмах. Тем не менее, в доме могли находиться небольшие алтарики, либо же роль алтаря мог исполнять парадный очаг гестия. Изображения божеств, которые находились в доме, как правило, представляли собой таракоты, то есть небольшие фигурки, сделанные из глины, оттиснутые в форме. Очевидно, таракоты не были дорогие и были доступны всем своям населения. Архаические таракоты не отличаются разнообразием образов. Как правило, это изображение женского божества, либо стоящего, подражающего позам кор, либо сидящего на троне, либо это так называемое протомы, погрудное изображение женского божества, высокого главного боря Калафия. Считается, что в большинстве случаев эти таракоты изображали богиню Деметру или же ее дочь Кору. Встречаются и другие изображения, например, детей, так называемых храмовых мальчиков, или мужских фигурах, так называемых тучных демонов, которых иногда связывают с амафракийскими божествами-кабирами. Изучая древние дома в ходе раскопок, как они были устроены, какие помещения включали, как использовались эти помещения, а об этом можно судить, например, по находкам утварей и инструментов, археологи могут проследить, как менялись эти жилища со временем и сделать множество интересных и важных выводов о составе семей, об имущественном статусе владельцев, о численности населения и устройстве общества древнегреческого города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова